Здравствуйте! Это специальный выпуск «Горячие линии». Сегодня мы поговорим о коронавирусе, о второй волне коронавируса, которая началась. И сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Карачаева Черкесии Казим Шаманов. Он получил вопросы от наших зрителей и слушателей Радио России. Начинаем, поехали! Будем получать ответы. Во время первой волны коронавируса большая критика была в социальных сетях. Лично ваш адрес, в адрес вашего министерства. Ну что только не говорили. Теперь скажите, пожалуйста, сейчас критика стихла. Это тишина между первой и второй волной или что-то было сделано? Может быть вы в суд подали на тех, кто критикует и выиграли суды? Или же вы изменили свою работу в министерстве, что теперь все довольны? Вы знаете, критика была и объективна, но было очень много деструктивной критики, которую вызывало в том числе и панические настроения среди населения республики. И этим вопросом занималось не министерство здравоохранения, а именно те органы, которые должны этим были заниматься. Потому что было очень много обращений и медработников, и прошлых граждан в прокуратуру Карачаево-Черкесской республики на недостоверную информацию, которую некоторые средства массовой информации позволяли себе опубликовывать. И, соответственно, на этом фоне создавать ложное общественное мнение о работе и в том числе и органов власти, и Министерства здравоохранения, и наших медработников, и госпиталей на тот период. Скажите, пожалуйста, вот чтобы наши зрители поняли, хотя бы пару примеров критики, когда все совпало, и пару примеров критики, когда это была явная ложь? Объективно совпало то, что да, были у нас задержки, конечно, и с результатами тестов, которые мы брали там и на 3-4 дня, и на 5 дней были задержки. Была очередь у нас и на компьютерную томографию, но это было связано и с объективными, и с теми причинами, что все тогда захотели сделать себе КТ, но оно делается только по показаниям. Очень много было, в том числе, как вы говорите, и ложной информации по количеству умерших в госпиталях, по количеству госпитализированных, те, что лежат в госпиталях. И по проверке наших компетентных органов, выявлено случай, что многие так называемые жители Карача и Черкесии, которые писали, жили за пределами республики. Были найдены люди и в Краснодарском крае, и в других регионах, которые имели несколько акуантов, с которых писали за определенное вознаграждение. Эти материалы есть у следственных органов, они этим занимаются. Есть и те люди, которые уже предъявлены, наверное, какие-то претензии со стороны правоохранительных органов. Но этот вопрос на контроле у прокуратуры Карача и Черкесской республики, они этим занимаются. В социальных сетях критиковали тот факт, и не скрою, что некоторые даже медицинские работники, прося, чтобы не называли их имя, говорили, вот почему любой вопрос о госпитализации решает Тамара Усмановна Кипкеева, ваш заместитель. Ну, вроде такая милая дама, а изображали из нее такого монстра, как будто без нее вообще никак госпитализироваться невозможно. Вы знаете, это очень высокопрофессиональный, грамотный специалист. Она заместитель министра здравоохранения Карача и Черкесской республики уже много лет. Человек, который очень ответственно относится к своей работе. У нас во время начала пандемии был создан логистический центр. Он нужен был для того, чтобы у нас не было очередей лечебных учреждений, для того, чтобы часами скорой помощи не стояли возле какого-то лечебного учреждения. Мы имели в онлайн-режиме информацию о том, сколько мест свободных есть в каком госпитале, сколько мест есть свободных в реанимациях, сколько мест есть с кислородной подачей, сколько без кислородных мест. Это все те важные вопросы, которые мы должны были учитывать при госпитализации. Вопрос госпитализации решает нечище врач к тому, кому обратились по месту прикрепления. Человек, живущий в Зеленчуцком районе, в Зеленчуке, и этот нечище врач уже связывался. Не вопрос решения госпитализации, а в какой госпиталь. Вот этим вопросом занимался именно логистический центр. А о госпитализации вопросы решают лечащие врачи, которые в районах республики, в городе работают, в поликлиниках. Они решают вопрос, госпитализировать по показаниям или не госпитализировать. А вот уже куда, с какой патологией у нас и беременные женщины попадали, и те, которые нуждались в хирургическом лечении, но они были подтверждены с диагнозом ковид. Поэтому там, где у нас работали хирургические бригады, в ковидные госпитали, тогда их туда, тех, кто полегче, в другие госпитали. Вот именно этот вопрос, наша комиссия, логистический центр во главе с Тамаром Русманом Кипкеевым, вот эти вопросы они решали. И благодаря их слаженной работе у нас практически все, кто нуждался, они не практически, а все они были госпитализированы. Ну вот, вы говорите, чтобы избежать очередей, скорее, скорой помощи у ковидного госпиталя. А в ковидном госпитале, тут диспансер среди народа хвалится, говорят, что они хорошо лечат и хорошо кормят. Во всех ли условиях, во все ли условия, созданные в ковидных госпитале, почему так хвалят тут диспансер? Вы знаете, на сегодняшний день у нас в республике работают три госпиталя. Буквально сегодня у нас уезжает комиссия Минздрава Российской Федерации, прислана по регионам Северного Кавказа, она ездила, смотрела работу ковидных госпиталей. Что говорят? Они были приятно удивлены тем, как налажена работа в наших госпиталях. В туберкулезном диспансере, тот, что у нас является госпиталей, да, он может быть более новый. Это новые помещения, новое здание, которое было сдано в эксплуатацию буквально в 2012 году по решению главы республики был построен новый туб-диспансер со всеми... Там Байрамуков главврач. Там, да. Говорят, что он даже сам утром пробует еду, которую дают пациентам, поэтому там очень вкусно. В других госпиталях единый диспетчер есть по обеспечению едой или у каждого госпиталя своя кухня? Нет, в каждом госпитале у нас своя кухня. Я вам скажу, что Смаил Хамзатович молодец, но он не единственный в этом плане. Все наши медработники, которые работают в госпиталях, они едят с одной и той же кухни в своих учреждениях. В городской больнице, те доктора, которые работают, также питаются вместе с пациентами в одной кухне, в туб-диспансер, в джигутинской больнице. Это все сейчас готовят в лечебных учреждениях. Когда критиковали ваше министерство в социальных сетях, тоже говорили о том, что не кормят, плохо кормят или там какими-то отходами. В том числе мы очевидцев нашли, которые в эфире Радио России перечисляли, чем кормят. Это было как минимум меню какого-нибудь кафе. Но вопрос другой. Почему даже если хорошо кормят, жители Карачаева-Черкесии пытаются своими хычины, манты и все остальное нести в эти ковидные госпитали? Ведь когда там сосредоточивается большое количество людей, они же могут друг друга поперезаражать. Нельзя ли запретить ношение еды в эти госпитали? Вы знаете, в первую очередь это связано с нашими традициями. Обычай, вот слово менталитет как-то не всегда мне нравится его использовать. Больше мне нравится это обычай, традиция. Когда человек болеет, мы все стараемся его проведать. И чтобы не идти с пустыми руками, каждый считает, или каждый что любит, или каждый думает, что вот он бы съел в этот момент. Каждый старается что-то приготовить, знак внимания оказать. Но в данном случае ковидный госпиталь. Вы знаете, у нас была налажена работа, потому что когда жалобы пошли, что мы пытались не принимать. Но когда были жалобы, у нас отдельно были работники, вот на улице, там в закрытом помещении, под навесом, в разных госпиталях по-разному. Приносили с запиской кому, и уже наши волонтеры, наши работники уже разносили по палатам. Конечно, никого мы в ковидный госпиталь из родственников не пускали. Все это делали наши сотрудники, наших госпиталей. А вот скажите, пожалуйста, как доктор, я иду к родственнику проведывать его. Да, проведывать вы не дадите, но я записку оставлю, этот пакетик с хричинами. Когда я подхожу к госпиталю, может быть, с кем-то там контактирую, здороваюсь с каким-нибудь соседом, который тоже пришел. Существует опасность заражения коронавирусом? Ну, намного меньше, чем на свадьбах и в местах других, где люди встречаются. Те же похороны, те же какие-то дни рождения, намного меньше. В основном, это же вы встречаетесь на улице, на улице риск заражения намного меньше, чем в закрытых помещениях. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и далее продолжим отвечать на вопросы наших телезрителей. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке Дары Камчатки с 23 по 27 сентября. В доме предпринимателя, город Черкесск. Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске с 23 по 27 сентября. Центр развития предпринимательства. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Всем будущим невестам нужно срочно сюда. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Распродажа голубых елей. Высота 4-5 метров. Черкесск, улица Бокзальная, 70. Телефон 8 928 029 2050. Теперь скажите, пожалуйста, вот после первой волны какие выводы сделали врачи Карачева Черкесии по первым признакам проявления этой болезни, по течению болезни, потому что ведь говорят, что у каждого индивидуально. Но вот сколько видов течений произошло? Вы знаете, во-первых, получили колоссальный опыт. Те наши недоработники, которые работали в ковид-госпиталях, которые были на амбулаторном, сотрудники скорой помощи. Все мы получили большой опыт работы в условиях пандемии, в условиях массового заражения людей, в условиях массового поступления пациентов в наши лечебные учреждения. Алгоритм работы выработался. На уровне Минздрава Российской Федерации выработались уже восьмая версия по ковиду. Там и патогенезы, и лечения, и проявления. Все-все-все это в открытом доступе. То есть восьмая версия, это получается вот как обновление компьютерной программы? То есть первая уже не действует? Конечно, да. Каждая последующая отменяет предыдущую версию. И вот на сегодняшний день восьмая версия есть, она в открытом доступе есть. Там и признаки ковида, и лабораторные сцены, какие надо проводить, в том числе инструментальные методы лечения. Какие на сегодняшний день препараты на амбулаторном звене людям принимать. Тактика лечения средней и тяжелой степени. Показания к госпитализации там тоже расписаны. Вот представьте себе, вот Марья Ивановна или Канитат Ибрагимовна решили, что не заболели. Ну, началась температура и так далее. На что надо обратить внимание по восьмой версии? Что нужно ли госпитализироваться, или нужно амбулаторно лечиться? И нужно ли в этой связи бегать делать КТ, или же анализ на коронавирусную инфекцию через мозог? И он же не всегда объективен. Вы знаете, все проявления острых респираторных вирусных заболеваний, все проявления гриппа, повышение температуры, недомогание, ломота в суставах, кашель, все вот эти симптомы, вот практически все симптомы, они могут быть и при ковиде. Нету вот показательного симптома, что он бывает только при ковиде. Вот именно такого симптома на сегодняшний день нет. Как только появляется симптоматика, конечно, надо обратиться в поликлинику по месту жительства, вызвать к себе на дом врача, медработника. Там не обязательно должен прийти врач, который может прийти, опытная медсестра, феншер, померить сатурацию. И самое главное, возьмет тест на коронавирус. Первое, что мы должны исключить в этой ситуации, во время пандемии коронавируса, именно от коронавируса. Берут тест, отправляются в лабораторию, и по результатам тестов уже тактика ведения, лечения данного пациента вырабатывается. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и далее продолжим отвечать на вопросы наших телезрителей. Это горячая линия, реклама прошла быстро, мы продолжаем. Теперь скажите, пожалуйста, вот все ждали какой-то там 20 сентября, где все будет закрыто. Касаемо вашего ведомства, что должно случиться по показателям, может быть, ежедневно просто коронавируса, чтобы вы вдруг все сказали, все, планово закрываем, переводим все на ковидные госпитали. Где это, граница или красная черта? Вы знаете, это зависит от количества людей, нуждающихся в госпитализации. Назовите цифру какую-нибудь. Вот сейчас, например, 64-66 ежедневно добавляется. Должно быть 100 с лишним, чтобы вдруг... Вы знаете, количество госпитализаций, конечно, связано с количеством ежедневно выявляемых, но не всегда этот показатель является главным. Главный показатель – это количество людей, нуждающих в госпитализации. На сегодняшний день в республике коечный фонд – это 3700 коек. Во время подъема заболеваемости у нас по указу главы было развернуто 940 коек. Из них примерно 170, у нас от 200 до 170 всегда были в резерве. Вот выдержалось, что мест нету этот. Но у нас даже в пик около 150 мест было свободно. А почему жаловали, что мест нету? Вы знаете, уже это и в литературе есть. Вирус возникает у людей в панические настроения. Он действует на те центры головного, которые отвечают за страх, за панику, за это. У людей появлялись панические настроения. И каждый считал, что его надо положить в госпиталь. Я умираю, помогите. Конечно. Ну, у кого падала сатурация, конечно, нехватка кислорода – это тоже все. Это вело к тому, что люди… Тем более, когда в социальных сетях сначала рассказывали, что вертолеты поливают. То, что с госпиталей там какие-то передвижные морги. Я помню, фотографии были, но они в Карачао-Черкесии у нас никогда и не было, и нет данных. Но когда показывают, что чуть ли не большегрузными машинами вывозят это, конечно, это вызывало со своей стороны отклик у населения, то, что все считали, что должны попасть в госпиталя. Но были и те, которые, наоборот, боялись попасть в госпиталя. Да. Потому что, если вдруг я там умру, потом в пакете меня выдадут, и хоронить никто не будет. Или, наоборот, я именно в госпитале и умру. А дома я могу вылететь. Очень много мнений. Вот сколько людей, столько мнений было. И ажиотаж этот был, вы знаете, вот вы, наверное, встречались с теми людьми, кто лежал у нас в госпитале. Встречались с теми, которые дома болели. Даже вот, наверное, кто-то из коллег есть. Да. Вот они могут объективно рассказать отношение к ним со стороны медработников. Как они себя чувствовали. Я, да, знаю со своей стороны, потому что я посещал все госпиталя, проходил там, разговаривал с пациентами. Но самый лучший эксперт в этом, или как сказать... Сам пациент. Конечно, конечно. И мнение их, мы всегда, для нас было первостепенным. Если вот по ковидным госпиталям подытожить по цифре, сейчас около 300 человек лежит. Да. А у нас резервы, это 900? Вообще... Коечных мест под ковидные госпитали. Это, да, на сегодняшний день, да, где-то около 940 мест мы можем открыть. То есть, получается, сейчас при такой цифре, когда 300 человек у нас госпитализированы, нет опасения, что мне не сделать плановую операцию, только потому что ковидному госпиталю надо место предоставить. На сегодняшний день таких проблем нет. Потому что пациенты же могут теперь за этими цифрами, как на фондовой бирже, смотреть. Вы знаете, у нас и в подъем не было, потому что самое главное учреждение республики, это республиканскую больницу, мы не задействовали в ковидном госпитале. Там одно отделение было, которое отдельно стоящее, мы его огородили. Зоны ввели, чтобы туда никто не попадал. Там на 80 ковек у нас был ковидный госпиталю, а вся остальная больница, она работала по приему экстренных больных. Во время коронавирусной инфекции, когда все было закрыто, самым желанным работодателем была медицина. И врачи, и медсестры, и просто даже технические работники. Скажите, пожалуйста, сейчас испытываете дефицит кадров, и как нынче оплачивают ковидные выплаты, будут во время второй волны коронавируса? Знаете, со слов благодарности начну всем нашим медработникам, которые отработали и работают сегодня в наших ковидных госпиталях. И не только там, а которые честно, порядочно и добросовестно выполняют свою работу на своих рабочих местах. У каждого медработника есть риск столкнуться с больным коронавирусной инфекцией. Это и участковые врачи, это и медсестры, и финшера, это и узкие специалисты, которые ведут прием в поликлинику, это наши врачи в стационарах. Никто от этого сейчас не застрахован. Поэтому очень многие из них откликнулись на призыв прийти работать в госпитале до того, я хочу подчеркнуть, когда были объявлены все выплаты. Вы знаете, это наша профессия, это наш долг. Вот когда кто-то говорит, что если мне столько заплатят, я пойду, столько не заплатят, значит человек не выполняет свой долг. Вот вы на работу ходите? Ходим. Если вам мало, много заплатят, вы все равно ходите на работу. Это долг ваш, как журналиста. Точно так же долг медработника вне зависимости. Каждый из нас, идя в профессию, знает, что можно столкнуться с особо опасными инфекциями, которые мы учим в институте. Чума, холера, много заболеваний, которые намного опаснее, чем ковид. А были врачи или, может быть, медсестры, которые, ну, может быть, под воздействием паники, или что это, брали отпуск без содержания и говорят, нет, я в это время работать не буду? Вы знаете, я вот сейчас не могу конкретно сказать, были или нет. Да, были те, которых мы сами отправляли на самоизоляцию. Это группы риска, старшие, там, 65 лет, беременные, там, многодетные. Были группы. А, вы знаете, в тот момент не было у нас задачи посмотреть, кто отказался, кто не. Ну, конечно, мы их знаем. Кто, если даже это сделал, мы, конечно, их знаем. Но на сегодняшний день недостатка в медработниках нету. Потому что у нас каждый день приходят, обращаются, или звонят, просят, чтобы выйти на работу в ковидные госпиталя. У нас списки есть, у нас резерв есть. Там зарплата побольше? Конечно, там зарплата больше, но условия работы намного тяжелее. 6-7 часов отработать в защитном костюме, я вам скажу, это не очень легко. Даже, ну, вот, кто заходит туда с проверками, там, на 5-10 минут, или, там, мы, когда обход делаем, вот, я час похожу по госпиталю, мне уже, я чувствую, что уже дискомфорт есть. А вы болели коронавирусом? Потому что тоже очень много слухов ходило, писали. Я не знаю, как, обрадует это или нет, но я не болел коронавирусом. А вот теперь скажите, пожалуйста, как вам удалось уберечь себя от коронавируса, с учетом того, что вы везде бываете, и в лечебных учреждениях, и в народе принимаете людей? Вы знаете, я всегда стараюсь быть в маске. Когда я захожу в госпиталь, я выполняю все требования человека, который стоит на входе, на контроле, когда мы одеваем защитные костюмы. После того, когда медработник одел защитный костюм, его осматривает, специальный человек, который стоит на входе, проверяет, все ли у него закрыто, правильно ли он оделся, и только после этого пускает в красную зону. Но самая опасность при выходе, и там тоже у нас есть дезинфекторы, люди, которые смотрят, как человек снимает себе этот костюм, чтобы он... Я вам скажу, вот, там себя чувствуешь намного защищеннее, чем вот на улице, где ты не знаешь, там ты точно знаешь, что ты зашел в зону, где есть коронавирус. Ты сто процентов защищен в этом костюме. Все заражения проходят, если человек небрежно себя где-то ведет. Если он выполняет все требования... Руки моет, глаза не чешет. Это, конечно, это практически минимум процент заражения, там это... А в быту, конечно, маски, гигиена. И я вам скажу, каждый день встречаемся с людьми, с медработниками, с теми, которые работают в ковидных госпитателях, с руководителями ковидных госпитателей, которые постоянно, каждый день заходят в зоны. В специфике работы приходится с ними встречаться, разговаривать, проблемы какие есть, обсуждать, заходить, смотреть, на самом деле так, как оно есть. То есть, если лично гигиену соблюдать, коронавирус не так страшен для заражения? Конечно. Все меры профилактики – это заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. А почему тогда рукопожатия запрещены во время коронавируса? Вы знаете, вот, чтобы человек рукой, вот человек непроизвольно в час лицо трогает 20 раз. Кто-то провел исследование, там, непроизвольно, то волосы поправит, то где-то себя потрогает, 20 раз. И вот, чтобы он рукой не... у нас листая оболочка на лице, глаза, нос, рот. Вот, чтобы он это, чтобы инфекцию через глаза, рот, нос не попало, поэтому надо мыть руки. Маска защищает нос и рот. А как вы относитесь к запрету на рукопожатие? Как вы с коллегами теперь общаетесь? Вы знаете, сейчас очень много разных показывают по телевидению. Кто-то кулаками здоровается, кто-то так, кто-то так. Вы знаете? У вас как? У нас мы... да, по-разному. Нету особо алгоритма. Но рукопожатие... Ну, честно сказать, стараемся сейчас избежать близких таких рукопожатий, обниманий. Стараемся поздороваться с друг с другом, соблюдая дистанцию метр-два, насколько это позволяет помещение. Лучше, чем дальше, тем лучше. Вот наше расстояние, это безопасно. А если мы были бы в Москве, это стопроцентная гарантия того, что даже если кто-то из нас болеет, это стопроцентно не заразит. У нас в Карачаево-Черкесии есть указы главы республики и требования Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий, в том числе и свадьбы, не более 50 человек. Скажите, пожалуйста, если кто-то из вашего министерства пойдет на свадьбу, и вы об этом узнаете, это будет нарушение деловой этики или санитарных норм? Какое-то наказание последует? Вы знаете, с 1 сентября вышло постановление о проведении массовых мероприятий в нескольких районах Карачаева-Черкесской республики. Если кто-то из сотрудников, из друзей, из коллег решит посетить данное мероприятие, то я, вот мое личное мнение, это не будет нарушением ни этики, просто каждый для себя сам должен понять, насколько он готов подвергнуть риску себя и в первую очередь своих родных, которые с ним живут. А вы сами лично не боитесь, что вам на работу коронавирус принесет? Вы знаете, больше шансов у моих коллег заразиться не на свадьбе, а потому что каждый день они общаются с теми людьми, у кого тайная иная проблема со здоровьем. И вполне возможно, может кто-то из них быть больным коронавирусом. У нас несколько человек с Министерства переболения коронавирусом. Теперь скажите, пожалуйста, вот вакцинация будет скоро от коронавируса, сейчас началась вакцинация от гриппа. Теперь, чтобы всем стало ясно, существует ли какой-то стахановский план по вакцинации от гриппа? С этого начнем. Вы знаете? Что любой ценой надо каких-то показателей добиться. Вы знаете, так планы есть, показатели есть, но это не стопроцентный охват населения, к сожалению. Только 60% населения мы можем в этом году охватить прививкой против гриппа. А если будет 55%, на вас будут какие-то боги гневаться? Нет, вы знаете, во-первых, здравоохранение – это добровольная область. Есть только несколько показаний, когда в принудительном порядке что-то делается. Давайте о принудительном, потому что тоже сейчас в WhatsApp люди начинают, и педагоги, и некоторые медики, вот нас заставляют, я не хочу и так далее. Кому обязательно нужна прививка от гриппа? Вы знаете, вот за детей решают их родители. Вот за детей решают, и на совести каждого родителя подвергнут своего ребенка опасности заразиться, тем более в пандемию гриппа ребенка. Мы знаем, насколько тяжело грипп протекает, какие серьезные осложнения может вызвать грипп. Это заболевание почек, заболевание сердца, очень много патологий, которые потом проявляются у человека, который перенес грипп. И в условиях пандемии, не дай бог, после гриппа ослабленный организм, вероятно, заразиться коронавирусом возрастает в разы. Поэтому вот я скажу, что я прививаюсь. Кто обязан? Вот вы привились. У меня в семье все мы прививаемся. Вот скажите, вы привились, потому что это ваша обязанность, как врача, как министра? Во-первых, это мое понимание того, насколько нужно или нет. Это мое внутреннее понимание того, нужно мне это или нет. Во-вторых, так как я человек, который контактирует со многими людьми и могу являться причиной заражения. Это еще причина. Третья причина – просто не хочу я болеть гриппом. А вот до этого вы прививались, помогало этому? Каждый год прививаюсь. Ну и как? И вы знаете, конечно, помогает. Даже если… Вот многие говорят, я сделал прививку и заболел. Но заболеть-то можно не гриппом. Симптомы остро-респираторного вирусного заболевания, они такие же, как и при гриппе. Но осложнений таких нет. Нагрузки вирусные на организм такой нет, как при гриппе. Даже грипп разный есть. То есть получается, если я получу прививку от гриппа, я могу остро-респираторным заболеванием заболеть, но последствия будут минимальны. Конечно. И даже человек, который заболеет, ну мы трехвалентную прививку делаем от гриппа, это А, Б и комбинации. Но можно другим видом гриппа, более легкими, которые легко проходят и без осложнений. Так, скажите все-таки, кто еще обязан прививаться в Карашево-Черкесии? Мнение. Это педработники, те, которые контактируют с детским коллективом. Все там. И те, кто работают в дошкольных учреждениях, те, кто работают в школах, в высшей школе, кто работает, в профтехучреждениях. Однозначно, это медработники, которые контактируют с населением. Все. Я считаю, что вот каждый, кто чувствует ответственность перед теми, с кем он живет, с кем он общается, должен их обезопасить тем, что привьет себя от гриппа. Он обезопасивает. Если человек не боится сам заболеть, он должен думать о тех, кого он может заразить. В этой ситуации лишняя храбрость или хвастовство, я не знаю, как это назвать, это не должно работать. А наличие каких болезней еще должно быть у человека, чтобы показания к прививке было? Если он, допустим, ведет здоровый образ жизни, иммунитет хороший и так далее, ему нужно прививаться? Вы знаете, наличие каких заболеваний может быть противопоказанием против прививки. И вот это решает врач, которому человек приходит на прививку. Ну, например, какие болезни? Ну, есть, да, простой, аллергия на белок, уже противопоказание к прививке. Там разные аллергические реакции, степень разных хронических заболеваний, которые есть у организма, они могут быть противопоказанием. Это все индивидуально, или набор каких-то хронических заболеваний. Все это решает доктор по месту жительства. Вот если я учительница в школе, мне нужно привиться, где я могу уточнить о противопоказаниях, есть они у меня или нет? У доктора своего. Если он справку даст, то меня никто прививать не будет? Да, конечно, если он с противопоказанием, конечно, никто прививать его не будет. Теперь к вакцине «Спутник Ви» или «Спутник 5». Скажите, пожалуйста, когда по плану карачаево-черкесское население будет прививаться? Вы знаете, первую часть вакцины мы уже получили, но это идут постклинические испытания. На ком испытываете? На медработниках. У нас есть добровольцы? Конечно. А это правда, что им 140 тысяч платят за добровольность? Нет. Бесплатно? Нет, конечно. Конечно, это постклинические испытания, вакцины по всей России идут. Небольшие дозы во все регионы России поступили. Сколько у нас медработников, таких вот добровольцев? И что ими движет? Ну, вы знаете, тут вот как-то угрожающе звучит, что ими движет. А что должно человека остановить? Если уже несколько, первый, второй, третий этап испытаний прошел, уже несколько десятков тысяч человек привили. И результаты на государственном уровне объявили, что результаты положительные. Что противопоказания, те, что они прописали, какие есть противопоказания, что есть, что осложнение. Конечно, да, нету отдаленных результатов. Вот это может настораживать. Но на сегодняшний день того, что человека должно остановить и не делать прививку, тем более медработники, которые постоянно под угрозой заболеть. А сколько таких добровольцев, если не секрет? Вы знаете, вот сколько будет вакцины, столько и будет добровольцев. Я так думаю. А сейчас сколько их? Ну, сейчас пока немного вакцины. Сейчас у нас 42 дозы. 42 человека есть. Вот мы их будем прививать. В том числе, наверное, вот я сделал прививку сейчас от гриппа. И эту вакцину можно или одновременно, надо было делать обе прививки. В один день? Да. В один момент даже. Ага. Или с разницей в месяц. Вот сейчас месяц пройдет после прививки. Как я сделал грипп? Конечно, я себе сделаю прививку от коронавируса. Это будет публично, чтобы люди поверили? Если это интересно, я сделаю это публично. Давайте на камеру. Ну, конечно, нравится, но это кому-то интересно. Да, чтобы поверили. Хорошо. А теперь скажите, пожалуйста, все-таки до населения когда очередь дойдет? А то вначале министры, врачи, им повезет, они спасутся от коронавируса. А нам что делать? Вы знаете, когда Министерство захоронения Российской Федерации примет решение о том, что такой-то процент, такую часть населения надо вакцинировать, я думаю, это в ближайшее время уже будет. В этом году? Я думаю, да, в этом году. Тем более, сейчас должна еще одна прививка появиться, которую разработала лаборатория Вектор Роспотребнадзора. Я думаю, к концу года у нас уже будет выбор из прививок, в том числе и, наверное, и зарубежные будут, и российского производства будут. Вот нашу вакцину. Очень уже минимум 23 или 24, я могу ошибаться, страны, которые стоят в очереди, чтобы нашу вакцину получить. Спасибо вам большое. Зрителям телеканала «Россия-1» и слушателям Радио России желаю не болеть ни коронавирусом, ни гриппом и следовать рекомендациям врачей. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин